здравствуйте дорогие рыболовы ну что сегодня приехал еще посмотреть что к чему и испытать новую камеру ну вчера как-то в общем-то поклевки были всего здесь то что я не поймали 4 щуки штук 5 наверно хороших акуни вчера два раза щучка срезала поэтому сейчас делать оснастку с расчетом на щу ручки оставлю 12 грамм обычно это как я делаю я делаю на конце узел вот то есть обычный узелок на конце и груз просто привязываю как я уже говорил в одном из видео обычным рабоче-крестьянским узлом то есть просто 1 2 не затягиваем их и потихоньку стягиваем к узлу и здесь уже затягиваем получается вот такая конструкция держится отлично значит на высоте где-то 20-25 сантиметров завязываю петельку но и и не затягивая вот я делаю из лески 028 значит длина поводка на размах рук на одном конце делаю такой же стопорный узелок так и завязываем делаем петельку пока ничего не затягиваем берем вот эту приготовленную петлю продеваем в нее петля в петлю как обычно продеваем длинный узел оставляем вот то что я раньше показывал на плетенке в принципе то же самое делается и на леске то есть мы вот этот узел затягиваем и все остается у нас вот такая оснастка но это концы мы все по обрезаем конечно сюда я буду привязывать обычный обычный одинарный крючок вот храню я их я уже показывал однажды склеены из двух пробок от пластиковых бутылок очень удобная вещь отворачиваются в любом месте крючки на руку высыпал выбрал то что тебе подходит я ставлю крючки небольшие потому что приманка не крупная а чем больше крючок тем больше он цепляет за зелень вот у нас второй конец остался привязываем крючок оставляя примерно сантиметров 15-20 от короткого поводка привязываем его обычно так у нас крючок привязан и остается где-то у меня вот здесь сантиметров побольше 20 короткий кусок лески вот из него мы делаем двойную это оснастка на щуку работает она прекрасно по крайней мере на порядок ловистость повышается на 1 крючок первый узел мы делаем около крючка и потом сантиметров через пять-семь делаем обычные узлы таким удобно на поклевку окуня и судака и практически не влияет на щуку работает очень даже прекрасно стараемся делать поровней и последний узел завязываем конца конца этого короткого отрезка вот так и вот этот короткий отрезки обрезаем обрезаем все ненужные части вот получится примерно сантиметров 15 двойной поводок вот щука не должна его срезать по крайней мере как я уже говорил это на порядок надежнее чем просто одинарная леска вот и вся собственно говоря оснастка ловлю я на лайтовый спиннинг с тестом 3.12 и сейчас попробую во первых пойдем посмотрим во первых сейчас пойдем посмотрим как там рыбаки себя чувствуют потому что уже народ есть я насаживаю небольшой зеленый твисторочек вот потому что в это время по нашим всем ощущениям щука не любит крупную насадку аккуратненько насаживаю на одинарник маленькая незаметная и вполне себе работоспособная вот что еще хотелось бы отметить совершенно непонятная ситуация с уровнем воды в оке по сравнению со вчерашним днем она прибыла сантиметров на 20 и в общем то течение усилилась и мусорочек появился и в общем то достаточно непредсказуемый может быть результат но посмотрим сейчас что из этого получится срезала и сошла срезала в таких условиях что-то попадается так ну что сегодня при всех не было приятных условиях все-таки одну щучку подержали сошла причем хватило загруз почти до мостушки на тащили бесполезно одно вот вытащили так что в принципе ловить можно хотя условия как я говорил уже не совсем хорошие вода почему-то поднялась где-то сантиметров на 20 за ночь с чего это все происходит непонятно ну ладно на этом я свою съемку заканчиваю попробуем что у меня получилось с новой камерой а пока до свидания подписывайтесь на мой канал буду держать вас в курсе рыбацких событий и всего прочего до свидания